Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня, 24 мая, мы отмечаем День славянской письменности и культуры. Праздник известен как День памяти первоучителей славянских народов Кирилла и Мефодия. Это религиозный и одновременно государственный праздник, который широко празднуется не только в нашей стране, но и во всех славянских странах. Святые братья привели славян к вере христианской через постижение грамоты, через изучение науки книжной, Сегодня мы вспомним о жизненном пути святых братьев, о том, как с Божьей помощью они создали славянскую азбуку. Как известно, святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий происходили из знакного благочестивого рода и проживали в греческом городе Солуни. Мефодий, которого в миру звали Михаилом, старший из семи братьев, родился в 815 году, а Кирилл, носивший до пострижения имя Константин, родился в 827 году. Братья-греки прекрасно владели как греческим, так и славянским языком. В начале своего пути они пошли разными дорогами. Мефодий был военным и имел звание стратега провинции Македонии. В течение десяти лет был управителем одной из населенных славянами областей. Затем принял монашеский постриг. Позже стал игуменом в небольшом монастыре. Кирилл же с ранних лет увлекался наукой и культурой соседних народов. Изучал диалектику, геометрию, астрономию, арифметику, философию и риторику. Владел славянским, греческим, арабским, латинскими языками и ивритом. Благодаря своим обширным знаниям он мог занять важный пост в высших эшелонах власти, но отказался от всего этого и стал простым хранителем библиотеки в соборе Святой Софии. Пренебрегая выгодами своего положения, вскоре он удалился в один из монастырей на Черноморском побережье. Некоторое время жил в уединении. В 863 году моравийский князь Ростислав, притесняемый немецкими епископами, обратился к византийскому императору Михаилу III с просьбой помочь ему ввести в Моравии церковную службу на славянском языке. Ростислав просил прислать в Моравию священнослужителей, которые могли бы читать проповеди на славянском языке, недавно принявшей христианство в стране. Император призвал Кирилла и сказал ему, «Необходимо тебе идти туда, ибо лучше тебя никто этого не выполнит». Кирилл с постом и молитвой приступил к новому подвигу. Мефодий по просьбе брата поехал вместе с ним. Древние славяне не имели своей письменности, значит не могли читать, а известные тогда книги были на греческом языке, которые славяне не понимали. Перед братьями поставили нелегкую задачу, и вот они решили прежде составить славянскую азбуку и перевести книги с греческого на славянский. Кирилл и Мефодий разработали для славян собственную оригинальную письменность. Первая азбука получила название «Глаголица» и состояла из 38 букв. В «Глаголице» буквенные обозначения более сложные и имеют более округлую форму и множество завитков. В основе форм лежит круг – символ бесконечности и треугольник – символ мудрости. Часть букв взяли из греческого алфавита, часть придумали сами. Они переписали для своего народа с помощью нового алфавита несколько библейских книг. За этот подвиг, создание славянской письменности, братья были причислены к лику святых. После смерти салунских братьев деятельность по распространению славянской письменности продолжили их ученики. И уже позже в Болгарии ученики-просветители изобрели вторую, главную славянскую азбуку – кириллицу. Кириллицы – буквенные знаки более простые в написании, а по звучанию полностью совпадают с глаголицей. Кириллица в немного измененном виде существует в наше время, имеет 33 буквы, а называется алфавит. Более тысячи лет славянский мир с благодарностью пользуется трудами святых Кирилла и Мефодия. Памятником им является великая русская литература. Ведь самая большая ценность народа – его язык, на котором он пишет, говорит, думает.